Миллионы лет назад Земля была домом для самых больших, жутких и свирепых монстров за всю историю – динозавров. К счастью, к моменту появления первых людей, от них остались одни лишь окаменелости. Но что, если бы все сложилось иначе? Почему динозавры вымерли? Многие, кому интересен древний мир, определенно зададутся этим вопросом. Динозавры, насколько нам известно, были огромными и очень сильными существами, которые могли вырастать под 20 метров в длину и весить за 10 тонн, обладать сильнейшим укусом на планете и огромнейшими зубами. Невольно складывается впечатление, что никто не мог их победить. Динозавры должны были жить дальше, развиваться, адаптироваться к новым условиям, становиться все более и более разумными и, как итог, существовать даже в наши дни. Но что-то явно пошло не по плану, и динозавры вымерли. Увы, но точной версии на этот счет до сих пор нет. Люди расходятся во мнениях касательно истинной причины вымирания доисторических монстров. Согласно самой популярной из них, виной всему был гигантский астероид, который столкнулся с Землей. Его диаметр был порядка 10 километров, а упал он в место, известное сегодня как кратер Чиксулуп. Удар получился настолько мощным, что его последствия ощутились буквально на всей планете. Еще бы, ведь энергия удара была в 2 миллиона раз больше, чем у крупнейшего термоядерного устройства. Астероид пробил в земной коре кратер глубиной около 20 километров. После испарения в окружающую среду моментально испарился гигантский объем воды, а сам астероид раскололся на пыль. Если бы он упал под маленьким углом, то большая часть пыли и обломков была бы выброшена далеко за пределы атмосферы. Если бы он рухнул вертикально, то все это разлетелось бы не так далеко, но угол падения оказался самым неудачным. Около 60 градусов. И в атмосферу Земли было выброшено невероятное количество сажи, пыли и других продуктов мощнейшего взрыва. Это задело не только наземных существ, но и всех тех, кто жил в океанах. Образовались колоссальные волны, которые сметали все на своем пути. Выбитые от удара раскаленные куски пород упали в леса, вызвав пожары. Дым, пыль и сажа на несколько лет сделали атмосферу всей планеты темной и непроглядной. Даже днем не было светлее, чем самой темной ночью. В результате растения перестали вырабатывать кислород, средняя температура на Земле заметно снизилась, и большинство живых организмов просто вымерли. Динозавры, как вы понимаете, не стали исключением. Они, как ни крути, были самыми крупными из остальных, из-за чего изменения сказались на них больше всего. Жизнь на планете замерла. Остались лишь самые мелкие представители фауны, которые не требовали много пищи, прятались где-нибудь в пещерах или посреди развалин и питались фруктами с насекомыми. А ведь если бы не астероид, то логично предположить, что разумным видом стали бы не приматы, а динозавры. Причем произошло бы это намного раньше. Вполне вероятно, что нас с вами вообще бы сейчас не было. Но предлагаю не забегать наперед и разобраться во всем постепенно. Что если бы астероид промахнулся? Что если бы он хотя бы немного поменял свою траекторию и упал под другим углом? Или ударился бы, например, не по мелководью, а в какой-нибудь глубокий океан? Катастрофа все равно бы произошла, но толща воды смогла бы поглотить огромное количество энергии, что вызвало бы куда менее серьезные последствия. Согласно последним данным, полученным в ходе анализа жизни динозавров, у них под занавес существования не было никакого кризиса. Эти организмы вполне себе хорошо существовали, и, вероятно, если бы не астероид, могли бы продолжить счастливую жизнь. Группа ученых, которая не согласна со счастливой жизнью динозавров, считает, что млекопитающие к тому моменту уже были достаточно хорошо развиты и спокойно могли теснить динозавров, лишая тех потенциальной добычи. Изменение климата также не могло не коснуться динозавров. Вдобавок, в Индии изливались траппы, огромные объемы базальтовой лавы и вытесняли наших гостей с их привычных ареалов. Не знаю, как вы, но я не вижу в этом ничего смертельного. Да, много факторов было против существования динозавров, но ведь они сами тоже далеко не глупые существа. Динозавры запросто могли бы адаптироваться к условиям. В первую очередь, с таким обилием пищи тропических лесов первыми изменились бы крупные травоядные. Например, исполинские завроподы росли бы куда быстрее, размножались бы раньше и, возможно, стали бы более компактными. К тому же, цветковые растения все больше захватывали бы сушу, меняя тем самым диету наших гигантских гостей. Цветковые перевариваются быстрее и эффективнее, что ускорило бы рост и, опять же, уменьшило размеры динозавров. Мода на гигантизм осталась бы в прошлом. Могли появиться свежие и вкусные плоды, а пернатые помогали бы им распространяться буквально повсеместно, да еще и в кратчайшие сроки. Мне кажется, что динозавры не могли бы не воспользоваться таким шансом. Учитывая, что к концу мезозоя уже существовали небольшие динозавры с древесным образом жизни, все остальные могли пойти по пути приматов, полностью переселиться на деревья и питаться плодами. Однако не думайте, что подобные изменения были бы для них незаметными. Так, например, спустя некоторое время Южная Америка и Антарктида разделятся, откроется антарктическое циркумполярное течение, и Антарктида начнет покрываться ледяной шапкой. Мир станет гораздо холоднее, как в воде, так и на суше. Что это, если не новое испытание для динозавров? Теперь они должны стать гораздо более стройными и быстрыми, готовыми в любой момент скрыться от врага даже в чистом поле, или, наоборот, догнать цель, чтобы вкусно ею пообедать. Со слов палеонтологов, на роль подобных бегунов отлично подошли бы трицератопсы и гипсилофодоны. В отличие от тех же млекопитающих, динозавры уже к концу мелового периода имели ряд преимуществ. Например, особи с длинным клювом обладали невероятным количеством зубов. По некоторым данным, их насчитывалось до одной тысячи. Это позволило бы утконосым динозаврам легко приспособиться к лугам и обилию травы на них. Другим, не менее важным пунктом выживания на лугах стало бы зрение. Поскольку динозавры всю жизнь были дневными созданиями, они привыкли к яркой картинке, а потому с легкостью могли бы замечать совершенно любую, даже самую скрытную угрозу на открытом поле. Наступление ледниковых периодов тоже не должно было потревожить динозавров. Считается, что большинство из них были теплокровными животными, что позволяло им существовать при низких температурах, не впадая в спячку. Сегодня мы могли бы наблюдать даже пушистых особей. Хотя слово «наблюдать» — это еще громко сказано. Скорее всего, мы бы постоянно от них прятались, подобно тому, как мы избегаем медведей, тигров и прочих крупных хищников. Если допустить, что люди действительно произошли от обезьян, то есть от небольших млекопитающих, вполне вероятно, что мы бы не были столь развиты, как сегодня. Дело в том, что млекопитающие ничего не могли поделать с динозаврами, которые были заметно сильнее и увереннее их буквально во всех смыслах. Лишь свалившийся с небес астероид восстановил правосудие, и роль лидеров на Земле заняли существа поменьше. Возможно, что если бы этого не произошло, приматы вместе с другими млекопитающими так и продолжали бы находиться в самом низу, и как итог, появление человека сильно затянулось. А может, нас вообще не было бы? Да, специалисты допускают и такую версию, поскольку они считают, что роль развитых существ могла достаться именно динозаврам. Мол, именно они в силу своей доминации первыми бы осваивали бы что-то новое, учились адаптироваться к условиям окружающей среды и изобретать инструменты, помогающие им в быту. Если вам кажется, что это невозможно, то просто посмотрите на шимпанзе. Ввиду падения астероида, их предки заняли положение динозавров и в результате превратили этих обезьян в существ, которые наиболее близки к человеку. Исходя из данных, имеющихся в наличии на 2018 год, их геном отличается от человеческого на 6,4%, то есть совпадение человеческого генома и генома шимпанзе составляет 93,6%. Эти обезьяны настолько к нам близки, что в определенный момент люди всерьез хотели отнести их к роду хома. У обыкновенных шимпанзе исследователи также обнаружили схожий механизм рождения с человеком. Например, рождение детеныша затылком вперед. А еще эти приматы умеют использовать подручные материалы для достижения своих целей. Они могут изготовить полноценное орудие труда и применить его на охоте. Кроме всего, у шимпанзе просто невероятно сильно развито социальное поведение. Внутри каждой их группы существует строгая иерархия. Когда их преследуют, они бросаются на деревья, издавая звуки, похожие на лай. А еще они умеют подражать более сильным и уважаемым сородичам. Я это все к тому, что если бы динозавры не передали эстафету в руки приматов, вполне вероятно, что их позицию заняли бы они сами. А учитывая их силу и прирожденную мощь, вполне вероятно, что они бы стали даже более умными, сильными и продвинутыми существами. Кстати, не только шимпанзе могут похвастаться отличным интеллектом. Если вдруг вас заботит жизнь подводных динозавров, то им отличный пример подадут касатки. Эти ребята тоже неплохо адаптировались к условиям на земле и научились организовывать целые бандитские группировки, необходимые для поиска потенциальной добычи и выполнения плана по ее поимке. Причем слово «план» в этом случае я использовал явно не просто так. Говорят, что касатки продумывают его до мельчайших подробностей, прямо как грабители банка перед заданием. Каждая из касаток выполняет свою конкретную роль и делает все, чтобы не подвести команду. Почти всегда их охота завершается успехом, и довольные они отправляются трапезничать. Страшно представить, на что были бы способны морские динозавры, если бы они тоже продолжили существование и доминирование в водах Мирового океана. Хотя кто сказал, что людей бы не существовало? Даже если мы и правда произошли от обезьян, то по какой-то причине мы ведь отделились от них и стали выглядеть совсем иначе, придумали свой язык и все в таком духе. Так почему бы мы не могли сделать все то же самое, но взять это все от динозавров? Существует одна безумная теория, которая заключается в том, что если бы не было того ужасного столкновения Земли с астероидом, динозавры продолжили бы царствовать, а с течением времени от них произошли бы другие, более совершенные люди. Риптилоиды. Мы бы все так же отличались высоким интеллектом, способностью к адаптации и социализированностью, но кроме всего нам добавился бы и более высокий рост, внушительные силовые показатели, идеальное зрение и врожденное умение быстро плавать. Что же до самих динозавров? Да ничего особенного. Они бы сосуществовали с нами, жили рядом и вели преимущественно древесный образ жизни. Перешли бы в открытые саванны, где бесконечные задачи по выживанию помогли бы им развить интеллект. Вероятно, что наши фантастические предки были бы не против такого союза с нами. Все так, но не совсем. Именно такого общего мнения придерживается вторая часть специалистов, которая слегка не согласна с предыдущими теориями. Они считают, что если бы динозавры и правда преодолели все ранее упомянутые трудности, из их общего числа выжила бы лишь малая часть, только те, кто мог бы жить в заповедниках и национальных парках, достаточно больших для того, чтобы их всем обеспечить. В то же время, это должны быть по-настоящему дикие места, далекие от человека. Например, в Австралии или на Аляске. Возможно, самые маленькие из нелетающих динозавров могли бы адаптироваться к городской жизни, уживаясь рядом с человеком в городах, так же, как голуби, крысы и чайки. Хотя в реальном прошлом крупные млекопитающие были в основном уничтожены. Некоторые, такие как слоны и носороги, остались. Поэтому в альтернативной истории мы могли бы ездить в сафари наподобие парка юрского периода, держа бинокли и камеры на готове, чтобы запечатлеть преодолевших весь этот долгий путь динозавров. Может, им место в океане? Согласен, вариант с динозавром вместо голубя это не очень заманчивое предложение. Поэтому я тоже был бы за то, чтобы динозавры поселились под водой. Да и вообще, по словам экспертов, это самый реальный из всех вариантов. Дело в том, что подводных динозавров всегда было много. Если бы они не вымерли, а эволюционировали и приспособились к жизни под водой, то мы бы могли видеть появление уникальных подводных видов, напоминающих динозавров, но адаптированных к новым условиям. Они, возможно, развили бы способность к плаванию, дыханию под водой и охоте на морских животных. Подводные динозавры могли бы стать высшими хищниками в морских экосистемах, устанавливая новые правила иерархии пищевых цепей. Их анатомия и поведение могли бы быть совершенно уникальными и приспособленными к жизни в море. От специального строения плавников до обученной охоты на крупных морских созданий. У такой эволюции динозавров в подводной среде есть все шансы на возникновение удивительных форм жизни, которые сочетают в себе черты динозавров и морских животных. Эти существа могли бы стать предметом увлекательных исследований и вдохновением для многих научных открытий. Но, увы, имеем, что имеем. Даже несмотря на то, что многие люди до сих пор пытаются воскресить динозавров, сделать так, чтобы они снова бегали по родной земле, мне кажется, что этот проект обречен на правила. Дело в том, что даже если динозавр вдруг появится где-нибудь в лесу в наше время, он ощутит на себе сразу несколько отвратительных факторов. Первый – это, конечно же, температура. Климат существенно изменился с тех пор, как динозавры жили на земле, и современные условия были бы не способны поддержать тот же биотип, который был им занят. Второй пункт – это конкуренция с современными видами. Современные виды животных и растений уже занимают определенные экологические ниши, которые могут быть необходимы, но в то же время недоступны для динозавров. Третий пункт – это, конечно, человеческое вмешательство. Вы вообще представляете весь этот ажиотаж, который поднимется вокруг динозавров? Все захотят их увидеть, отловить, продать или что-то в этом роде. Очевидно, что появление динозавров без особо сильной защиты повлечет за собой их неизбежное истребление голодными до денег людьми. Поэтому, честно говоря, не особо-то и нужно кого-то воскрешать. Да, динозавры были прекрасными созданиями, однако судьба распорядилась ими вот таким жестоким способом, и, вероятно, так и должно быть. Как минимум, без того катаклизма мы с вами и всеми другими людьми могли бы даже не появиться. Ну что, если некоторые представители этих древних гигантов все еще сохранились в отдельных уголках нашей планеты? Далее я покажу вам случаи, когда люди сталкивались с этими монстрами, а верить им или нет, решать только вам. Мозазавр Согласитесь, то, что в прошлой истории единственным доказательством является один лишь снимок, не может не печалить. Вот бы они сняли древнего монстра на камеру, хотя бы на скрытую. Прямо как на этом видео. Ученые услышали, что, по словам местных, в этих водах регулярно появляется загадочное существо гигантских размеров и необычной формы. Им стало интересно проверить эту теорию, и для этого они установили под водой скрытые камеры. Рассчитывалось, что прийти за результатами будет нужно аж через месяц, но долго ждать не пришлось. Уже на следующий день ученые зафиксировали странное движение под водой. Они забрали видеоматериал и ужаснулись, увидев там реального мозазавра, проплывающего мимо объектива. Кто вдруг не знает, мозазавры были крупными, мощными и молниеносно-быстрыми хищниками до исторических морей. Даже превосходящие по весу и размерам динозавры и прочие морские обитатели нередко становились добычей для данного хищника, ведь отбиться от мозазавра было ой как непросто. Вместе с огромной скоростью эти хитрецы славились и невероятно острыми зубами, которые никуда не отпускали свою добычу. Сила укуса этого доисторического монстра была столь велика, что с легкостью ломала кости и рвала мягкие ткани. В конечном итоге добыча этого хищника либо медленно погибала от кровопотери, либо просто не могла дальше оказывать мозазавру достаточного сопротивления. Иногда, чтобы исследовать историю и узнать какие-то интригующие факты, необязательно даже погружаться под воду и использовать специальное оборудование. Достаточно периодически смотреть на то, что снимает скрытая камера в вашем доме. Кто знает, может вы увидите, как мимо нее пробегает реальный динозавр? Обычно такие ролики не вызывают у меня хотя бы малейшего интереса, но этот стал исключением. Если верить источнику, данные с видеозаписи многократно проверяли экспертами в области съемки, и ни один из них не заподозрил здесь что-то неладное. Считается, что это не монтаж. Но кто в таком случае это мог быть? Это что, настоящий детеныш динозавра? Ведь такой формой и подобным стилем передвижения никто кроме этих созданий вроде как не обладал и не обладает. Птерозавр. Хотел я сказать, что хозяевам того дома не повезло, что теперь они будут параноить на тему динозавра еще много лет, как тут мне попалось на глаза вот это видео. На нем птерозавр летит прямо по чистому небу и никто ему не мешает. Опять же, ролик проверялся экспертами и никто не выявил признаков монтажа. Сперва мне показалось, что это не живое существо вовсе, что это какой-то самодельный летающий транспорт, но я так и не смог разглядеть в нем пилота или какие-то механизмы, поэтому данная версия отменяется. Выходит, что динозавры реальны и они не просто могут пробегать мимо какого-то конкретного дома, но и свободно парить в небе, выбирая себе желанную добычу, звучит слегка крипово. Когда я впервые смотрел этот ролик, я даже не сразу заметил, кого именно на нем запечатлели. Настолько все было быстро и неожиданно. Однако, пересмотрев материал, я все же нашел на нем велоцираптора. Этот древний и вроде как вымерший хищник пробежал прямо на глазах у автора ролика и спрятался где-то в камнях. Также, судя по габаритам, это был совсем юный велоцираптор, ведь обычно эти особи были покрупнее. Отличительной особенностью данного динозавра был большой и острый коготь на обеих задних лапах, который велоцираптор мог поднимать и выставлять при необходимости, когда нужно было справиться с добычей и нанести по ней последний удар. Надеюсь, что автор ролика знал об этом и именно поэтому не стал соваться за эти камни и исследовать то, что могло оказаться фатальной ошибкой. Кроме того, если это был реальный велоцираптор, не исключено, что где-то там за камнями были и его собратья, ведь этот динозавр не любил охотиться в одиночку. Большая скорость, ловкость и высокая организованность велоцирапторов позволяла им быстро нагонять добычу, а также уворачиваться от любых ее атак, изматывая силы и лишая последних шансов на спасение. Следы на реке Безусловно, главным и вроде как единственным логичным доказательством в 21 веке можно считать видеосъемку, но ведь она всегда рискует оказаться подделкой, поэтому я бы обратил ваше внимание и на другие, более классические доказательства. Так, например, вот эти следы на реке Палакси заставляют поверить в то, что динозавры существовали в одно время с людьми, ну или люди сосуществовали с ними. Наряду с окаменевшими человеческими следами можно заметить отпечатки трехлапых динозавров, и те, и другие следы явно имеют один возраст. Не исключено, что люди охотились на этих рептилий или наоборот постоянно терпели неудачи от встреч с ними и убегали. Как бы то ни было, палеонтологи подсчитали примерный возраст этих находок и определили, что он составляет 100 миллионов лет. При всем желании скептиков выдать эту находку за фальшивку им не удается. Ученые-эволюционисты нашли другой выход. Они заявили, что обнаруженные следы принадлежат не человеку, а еще не открытому наукой динозавру. Довольно удобная версия, если вы не хотите верить в эту теорию. Однако вериться в нее совсем непросто, ведь в мире есть и ряд других, не менее внушительных находок, которые заставляют поверить в сосуществование людей и динозавров. Одной из них является вот это изображение, сделанное более тысячи лет назад. На нем изображены люди рядом с неизвестным существом, напоминающим динозавра. Это заставляет поверить в то, что человечество окончательно добило динозавров и умело все это скрыло. Ведь действительно, если никакого метеорита не падало, причин для вымирания у этих сверххищников же попросту не было. Они хорошо охотились, имели восхитительную силу, умело адаптировались к новым погодным условиям и так далее. Как вдруг бац и их не стало. Странно это все, не находите? Камни с рисунками Если это изображение вас тоже особо не впечатлило, то взгляните на вот эти интересные камни, где изображены все те же загадочные создания. Эти черные камни, покрытые загадочными рисунками, находят в древних захоронениях в Перу. Конечно, научное сообщество объявило это все фейком, но оно и понятно. К счастью, все-таки нашлись смельчаки, желающие расставить все точки над И. Они взялись за неподкупное изучение артефактов. Один из ученых теоретиков, например, умудрился собрать камни в одном месте, организовать музей и даже почти доказать их подлинность. Увы, с его смертью изучение этих артефактов значительно застопорилось, однако появились и новые исследователи, решившие продолжить дело человека, вдохновившего их на это дело. Возможно, в скором будущем мы узнаем новые подробности и факты про то, что эти необычные камни все-таки реальны, и если это окажется правдой, то получится, что люди и правда существовали в одно время с динозаврами. Мистические статуэтки Кстати, если в камне вдруг кому-нибудь из вас слабо верится, то есть альтернативная находка в виде вот таких вот интересных статуэток. Нашли их в древнем городе Акамбаро, что в Мексике. Причем нашли их довольно интересно. Археологи просто прогуливались по местности, как вдруг заметили что-то странное, выпирающее из-под земли. Они слегка вскопали эту местность и сразу обнаружили мистические статуэтки жившего тут народа. Статуэток в итоге там было не несколько, а просто целый склад. Причем среди обычных изображений правителей или отдельных людей нередко можно было встретить и статуэтку связанную с динозаврами. Были либо статуэтки одних динозавров, либо на них еще сидел человек. Хотите сказать, что это очередной фейк и людей в одно время с динозаврами на самом деле не было? Лично мне в это начинает вериться все трудней. Ну а теперь давайте перейдем к другим рептилиям, доисторическим змеям. Некоторые из них даже лакомились динозаврами на завтрак. Далее я покажу вам самых опасных змей за всю историю. Титанобоа. Начнем со змеи, которую многие из вас хорошо знают. Титанобоа настоящая гроза доисторической планеты, гигантский удав, который жил на территории современной Колумбии около 60 миллионов лет назад. Это крупнейшая змея всех времен, которая вырастала до 13 метров в длину и весила более тонны. Титанобоа была настолько огромной, что могла бы с легкостью проглотить даже современный крупный мотоцикл. Настолько у нее была широкая пасть. Правда, в свое время она уплетала не мощные байки, а рыбу, рептилий, птиц и мелких млекопитающих. Согласно общепринятой версии, титанобоа давно вымерла, однако в сети можно найти немало кадров и историй, которые говорят о том, что несколько гигантских удавов все же дожили до наших дней. Напишите в комментариях, верите ли вы, что титанобоа все еще может быть жива. Гигантофис Следующая змея далеко не такая известная, как суперзвезда титанобоа, однако она была не менее опасной. До открытия титанобоа гигантофис вообще считался самой крупной змеей всех времен, а учитывая, что титанобоа открыли менее 15 лет назад, еще совсем недавно лидерство было именно за этой рептилией. Обитал этот змей на территории современной Сахары в районе Алжира и Египта. Свое название гигантофис полностью оправдывает, ведь в длину он мог составлять почти 11 метров, не намного меньше титанобоа. Правда, в весе он сильно уступал колумбийскому удаву. Его масса была примерно на 700 кило меньше. Голова древнего гиганта не отличалась большими размерами, зато он мог распахивать челюсти настолько широко, что заглатывал даже невероятно огромную добычу. Ученые считают, что гигантофис охотился даже на доисторических крокодилов, слонов и акул. Скорее всего, он обвивался вокруг своей добычи, а затем сжимал мышцы до тех пор, пока жертва не погибала от удушья. Затем он проглатывал жертву целиком и переваривал в течение нескольких недель. В этом плане он, как и титанобоа, напоминает современных анаконд. Эти южноамериканские рептилии охотятся схожим образом. Какие-то доисторические змеи охотились на акул и крокодилов, а какие-то даже на динозавров. Санаджех как раз такая змея. Вообще, Санаджех это род змей, но в него входит лишь один вид Санаджех индикус. По названию понятно, что обитал этот монстр на территории современной Индии. Ему посчастливилось жить в эпоху динозавров, когда их время уже подходило к концу. А вот самим динозаврам явно было некомфортно делить свой ареал обитания с этой змеей. Ученые находили окаменелости санаджехов, по которым устанавливали, что эти змеи поедали зауроподов, травоядных динозавров. Не исключено даже, что санаджехи охотились на титанозавров, одних из крупнейших динозавров всех времен. Правда, доставалось в основном детенышам или яйцам динозавров. Взрослые особи были санаджеху не по зубам. Как-никак, размеры не позволяли вступать в ожесточенные бои. Впрочем, санаджеха нельзя назвать совсем уж малюткой. Эти змеи вырастали до трех с половиной метров в длину. Многие современные анаконды имеют схожие размеры. Вонамби Змея-душитель Именно так ученые часто называют вонамби род крупных вымерших змей, в которых входило два вида. В длину они достигали около пяти-шести метров, а обитали на территории Австралии. Причем, в отличие от предыдущих змей из этого выпуска, вонамби вымер относительно недавно. Последние представители рода исчезли с лица Земли около сорока-пятидесяти тысяч лет назад. Почему же змею назвали душителем? Все из-за особенностей охоты. Будучи не ядовитым хищником, вонамби убивал добычу удушьем. Иногда он ее топил. Из-за маленького размера его головы ему была доступна только небольшая добыча. Хотя, как сказать? Не думаю, что кенгуру, на которых охотился вонамби, можно назвать прям уж небольшой добычей. Что интересно, эту змею застали люди, первые австралийские аборигены. Они быстро поняли, что вонамби представляет опасность, поэтому запрещали детям играть в потенциальных местах обитания этих змей около водоемов. Дети могли приблизиться к ним только со взрослыми. Некоторые специалисты утверждают, что это животное, наряду с другой австралийской мегафауной, вымерло в результате действий именно австралийских аборигенов. Юрлунгур А вот и сосед вонамби. Юрлунгур тоже был частью австралийской мегафауны и являлся высшим хищником своего времени. Кстати, относился он к тому же семейству, что и вонамби. Туда же относился враг динозавров Санаджех. Что интересно, Юрлунгура часто связывают с радужным змеем, персонажем мифологии аборигенов Австралии. Считается, что научное название рептилии произошло именно от этого змея, который был покровителем неба, воды, дождя, плодородия, шаманов и знахарей. И Юрлунгура, и его намби называют прототипами мифических змеев, в которых верили древние австралийские аборигены. Нашлось в этой подборке место и для еще одного загадочного и мифического героя – змеи с десятью головами. Многие народы Азии утверждают, что подобные рептилии существовали в древние времена и были не менее опасны, чем та же Титанобоа или Вонамби. Напишите в комментариях, верите ли вы в существование этих змей. И смотрите дальше, чтобы увидеть на сто процентов реальную змею с несколькими головами из нашего времени, а также других опаснейших современных змей. А вот и обещанный мутант. Житель индийского штата Махараштра заснял двухголовую змею, встретить которую большая редкость. Общая длина рептилии составила около 11 сантиметров, а каждая из ее голов была размером по 2 сантиметра. Из-за генетической аномалии у нее были низкие шансы выжить в дикой природе, поэтому ее забрали представители спасительного фонда. Но что еще интересно, это был очень опасный мутант. На кадры попала цепочная гадюка, также известная как гадюка Рассела. Чтобы понять, насколько она опасна, достаточно одного факта. Она входит в так называемую большую четверку ядовитых змей, которые чаще всего кусают людей. Если этого факта вам недостаточно, вот еще один. Это самая распространенная ядовитая змея Южной Азии, укусы которой крайне опасны для человека. Более половины зарегистрированных там змеиных укусов приходится именно на этот вид. Цепочная гадюка опасна и для других змей, с которыми может вступить в ожесточенный бой. Черная мамба Эта змея тоже любит драться, только обычных змей ей явно недостаточно. Черная мамба может победить не только своего сородича, но даже левицу. Нескольких укусов черной мамбы хватит, чтобы у царицы всех зверей начались жуткие конвульсии, которые уже не остановить. Подобное можно сказать и про многих других животных Африки. Например, про гиен, которые тоже могут стать жертвой мамбы. Это и не удивительно, ведь мамба невероятно опасная, агрессивная и ядовитая. Ее яд обладает высокой токсичностью и считается одним из самых быстродействующих среди всех змей планеты. В некоторых случаях достаточно лишь 45 минут, чтобы жертва скончалась. Быстрое действие яда соотносится со скоростью самой черной мамбы. На коротких дистанциях она развивает скорость около 15-20 километров в час. Есть сведения, что некоторые черные мамбы успешно преследовали даже скачущую галопом лошадь и автомобиль. Неизвестно так ли это на самом деле, но в стремительности мамбы сомневаться не приходится. От укусов черной мамбы ежегодно гибнет немало людей, однако в плане смертоносности и опасности она уступает песчаной эфи. Возможно, многие из вас никогда не слышали об этой змеи, если так, вам следует знать. По статистике, именно она самая смертоносная змея планеты. От ее укусов ежегодно умирает больше всего людей в мире, чем от укусов любых других змей. И это немного странно, ведь песчаная эфа не такая безбашенная, как та же мамба. При встрече с человеком или другой потенциальной жертвой, она не нападает сразу. Сначала она предупреждает о себе громким шуршащим звуком, который издает при помощи трения зазубренных колец. Обычно это ее первое и последнее предупреждение. Если жертва не уходит, песчаная эфа наносит очень болезненный укус. В кровь попадают мощные токсины, которые резко снижают уровень свертываемости крови. В итоге жертва зачастую умирает даже не от самого яда, а от потери крови. Каждый пятый человек, укушенный эфой, становится жертвой, но есть и хорошие новости. От яда этой змеи имеется противоядие. Гремучая змея Мохаве Все еще помните про молниеносность черной Мохаве это в каком-то смысле противоположность того африканского монстра. Если черная мамба убивает быстро, то этот гремучник медленно. Эту змею, обитающую в основном в американской пустыне Мохаве, часто называют самой опасной змеей Северной Америки. Несмотря на небольшую длину около метра, она представляет собой настоящий склад жутких токсинов. Яд этой гремучей змеи имеет отсроченные симптомы. Через 45 минут после укуса черной мамбы человек может скончаться. Через 45 минут после укуса этой змеи может не произойти вообще ничего. Зачастую симптомы проявляются только через несколько часов, но уже к этому моменту запущен обратный отсчет. У человека возникают проблемы со зрением, трудности с речью и глотанием. Появляется мышечная слабость и затруднение дыхания. Если не принять меры вовремя укушенного уже не спасти. А на этом все. Напишите в комментариях, какую змею вы считаете самой опасной. И спасибо вам большое за просмотр.